В Саратовской области намолотили первые 100 тысяч тонн зерна. О том, что регион оказался лидером по сбору урожая в Привожском федеральном округе, стало известно на ежегодном агропромышленном форуме. На мероприятие, которое прошло в Оренбургской области, съехались представители всех субъектов ПФО. Чем удивляла Саратовская область, расскажет Елена Губенкова. Саратовская область была первая сборка, и мы первые в Привожском федеральном округе собрали первые 100 тысяч тонн. Им есть чем похвастаться и что предложить. Ведь аграрии Саратовской области первыми в Привожском федеральном округе достигли отметки 100 тысяч тонн урожая. Говорят, это только начало. В этом году ждут успешные жатвы. Регион перешел на новые сорта зерновых и зернобобовых культур. Сельхозпроизводители больше не хотят оказаться бессильными заложниками засухи. Из 55 лет, 22 года мы получали меньше 10 зерновых. Поэтому почему мы сегодня говорим про крициям, почему мы пошли на эти культуры, засухоустойчивые, и они нам экономически очень выгодны сегодня для хозяйства. Перспективы развития сельского хозяйства представители регионов Привожского федерального округа обсуждают на совместном совещании. Актуальны вопросы модернизации аграрного сектора, подготовки кадров и банковские кредиты. Для сельхозпроизводителей, которые вынуждены брать займы, это настоящая кабала. Проблема кредитованности в сельхозпроизводительных кредитах, кредитованская задолженность, к сожалению, нарастает. Работать с банками становится все сложнее. И залоговые коэффициенты, которые банками сегодня уволятся, и, собственно, самые условия предоставления кредитов, являются крайне сложными, я считаю, практически недоступными для многих сельхозпроизводителей. Нужно менять механизмы господдержки, предлагает губернатор Саратовской области. Валерий Радаев рассказывает о том, какую практику выбрали в регионе. Во-первых, поддержку оказывают не только крупным и успешным сельхозпредприятиям, но и тем, кто в проигрышном положении. И самое главное, при распределении субсидий учитывают климатические зоны. Мы сегодня финансовую поддержку у себя в регионе обеспечиваем, именно разделили своим решением, законом Думы, на семь микрозон. Соответственно, дифференцированная поддержка по каждой микрозоне, именно коэффициент биоклиматических условий рассчитан. Инициатива интересная, соглашаются федеральные чиновники. Ее поддержали и приняли в разработку. Если в дальнейшем именно этот механизм будут учитывать при распределении мер господдержки, аграрии Саратовской области дополнительно получат около 100 миллионов рублей.